Братья и сестры, друзья, дорогие дети, все, кто сегодня здесь в нашем собрании, я хотел предложить текст Писания, некоторые мысли сказать на то, что написано в Писании. Не то, что я могу что-то добавить, но хотелось бы вместе порассуждать. Текст будет из книги «Притчи». Книга «Притчи», книга Ветхого Завета, 3 глава, 1 стих из 5 по 10. Сын мой, наставление моего не забывай, и заповеди мои дохранит сердце твое. Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла. Это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих. Чти, Господа, отменяя твоего и от начатка всех прибытков твоих. И наполнятся житницы твои до избытка. И точила твои будут переливаться новым вином. Наставление моего не забывай. Здесь как бы идет речь от лица мудрости. Как бы мудрость обращается к сыну и говорит, не забывай моих наставлений. Они очень важны, они необходимы тебе для того, чтобы прожить жизнь среди греха и зла. И чтобы не заблудиться, не погрязь в этом грехе, чтобы не оказаться заложником у этого греха. Для этого тебе нужно знать мудрость Божию. Тебе надо познавать Бога и Его разум для того, чтобы разумно поступать. И вот среди всего этого он обращается и говорит. Ключевой стих моих размышлений будет пятый, друзья. «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой». Братья и сестры, мы понимаем, что разум наш дан нам Богом. И мы можем им осмысливать, думать, размышлять, планировать, исполнять какие-то дела, учиться чему-то, что-то приобретать, какие-то навыки того или другого. Но здесь как будто бы Бог предупреждает и говорит. «Смотри, чтобы твой разум не вступил в противоречие с Богом. Чтобы твой разум не пошел напротив Бога. На Бога надейся». В мире бывает ужасная поговорка. Я даже ее боюсь дальше говорить, друзья. А вот здесь, друзья, говорит. «На Господа надейся всегда и не полагайся на твой разум». Не полагайся на твой разум. Он может тебя вести в большое заблуждение. Твой разум, который напитан греховным, который от греховного уже напитался, мы сегодня слышали об Адаме, который уже приобрел эти навыки греха, смотри, чтобы он у тебя не увел от Бога и не пошел против Бога. Друзья, я, когда вот начал об этой теме думать, об этих размышлениях, у меня разные мысли были. Я сегодня хотел только одну часть небольшую выделить, друзья. В каком направлении я хотел бы сегодня, друзья, вместе с вами поговорить. И чтобы мы могли, может быть, тоже обратить внимание на свое сердце и на свои мысли. Каковы они сегодня? Братья и сестры, в Писании есть очень много того, что Бог говорит очень конкретно и очень ясно. Нисколько не двусмысленно, нисколько не, ну, можно сказать, не так, чтобы человек не мог понять. Есть много вещей, очень много. Бог нас оградил от греха и от зла с заповедями своими. Он с заповедями своими направляет нас к себе. Он нас с заповедями своими проводит среди этого греховного всего зла. У него много заповедей. У него много обетований, которыми он нас утешает, ободряет, проводит по жизни. И они все имеют конкретное направление. Они конкретно имеют слова. Они имеют конкретную мысль и конкретное действие, которое должно быть с нашей стороны. И вот здесь, братья и сестры, я хотел бы, чтобы мы посмотрели. А наш разум, он не вступает ли в противоречие с Богом? Не спорим ли мы с Богом? Друзья, я попробую на каких-то примерах, чтобы было более понятно. Ну, я чаще люблю, конечно, на библейских примерах эти все размышления свои строить, друзья. Вот Господь приводит притчу. Приводит притчу. Он говорит... Ну, знакомая притча, я поэтому быстро ее вспоминаю, друзья. У нас времени очень мало. Господь говорит, вот есть хозяин, он дал одному пять талантов, другому два, третьему один. Сказал им, что нужно делать. Надо приумножить. Надо работать и приумножить. Он сказал недвусмысленно, очень понятно, очень ясно этим рабам, что надо делать. Друзья, и они пошли. Возвращаются через время. Пять принес еще, пять-два принес еще два. И вот последний. Он обращается к Господину своему и говорит, «Я знал, что ты собираешь генесеял, собираешь день рассыпал и жнешь генесеял». О чем это говорит, друзья? То есть, когда Господин ему сказал, что делать, он начинает включать свою логику мышления. Да стоит ли вот это задание, которое дает Господин, действительно ли надо так исполнять? А надо ли действительно приумножать? Может быть, достаточно будет, что я принесу ему просто один талант? А может быть, этот Господин имеет какую-то выгоду через это, через меня? Он хочет, чтобы я работал, а потом ему принес. А может быть, это будет все только для Него, а я от этого ничего иметь не буду? Братья и сестры, сколько сегодня людей думают, что Бог, когда зовет к себе, когда приглашает к себе, они думают, что Бог от этого выгоду имеет. Что как будто бы мы станем заложниками у Бога, теперь мы будем для Него рабами, мы будем Ему там служить. И лукавый так обманет, наш разум такой перевернутый, наш разум такой, порой бывает, заблуждающийся, и мы, люди, думаем, что как будто бы, если Бог зовет к себе, Он зовет нас, как будто бы мы должны будем для Него всю жизнь служить, трудиться, и от этого нам будет очень плохо и очень трудно. Какое заблуждение! Сегодня Миша уже об этом говорил, друзья. Миша, какой разум наш, Он, куда Он нас вообще ведет? Куда Он нас вообще уводит вообще от здравого смысла, от здравого мышления? Когда мы, наконец, оглянемся и поймем, что, оказывается, когда мы не послушались Бога, мы реально заблудились, мы оказались действительно в пропасти, может быть, тогда у кого-то придет на ум, что, что же я наделал? Друзья, и вот этот один пришел и говорит, я думал, что не стоит, не стоит работать. Братья и сестры, а что ему нужно было думать? Ему вообще, ну, извините, я прямо скажу, ему вообще не надо было думать над тем, делать это или не делать. Господин уже подумал, что это будет лучше для тебя. Братья и сестры, мы часто думаем над заповедями Божьими, так ли это или не так, нам над этим вообще не надо думать. Люди иногда думают, ну что ж теперь, разум нам дан только для голова, чтобы только шапку носить, люди иногда такие, знаете, выражения умные придумают, чересчур разумные. Братья и сестры, наш разум дан нам, чтобы то, что Бог сказал, правильно исполнить, быстрее исполнить. Вот здесь в притче сказано, во всех твоих путях познавай его, и он направит стези твои, не будь мудрецом в глазах твоих, не подумай, что ты Бога лучше знаешь, или лучше, чем Бог знаешь, кто правильно поступать. Интересно, что в этой притче, которую я сейчас вспоминаю, не в книге притчи, а в притче про этих рабов, которые трудились, когда этот один так вот приподнес все, свой разум, свои размышления, свою выкладку такую разумную, то господин говорит, возьмите у этого раба вот этот один талант и отдайте вот тому, который имеет десять. А откуда у него десять? Ну он заработал их. Нет, ну он же их отдал. Да не господину это надо было. Господин хотел, чтобы ты приобрел. Когда ты служишь для Бога, когда живешь с Ним, ты приобретаешь, ты получаешь благодать от Бога. Господину это не нужно были, эти таланты. Он их готовил для Господина, но пользуйся ты ими, благами, которыми ты служишь Богу, ты от этого приобретаешь. А наш разум начинает думать, нет, это, наверное, для него, для Бога, это рабом всю жизнь, это всю жизнь Богу там служить, трудиться. Да ты от этого приобретаешь радость жизни, ты от этого приобретаешь благословение, ты от этого живешь, можно сказать, по-настоящему, наконец-то. И поэтому, дорогие друзья, мне хотелось бы, чтобы сегодня, и тут можно приводить примеров великое множество, друзья, когда Господь конкретно говорит, но как мы сильно сопротивляемся. Я, друзья, коротко вот из этого текста, который здесь вот приведен, ну одну мысль только скажу, я быстро ее стараюсь сказать, друзья. Вот здесь написано, чти Господа от имения Твоего и от всех прибытков Твоих, и от начатка всех прибытков Твоих, и наполнится житница Твоей до избытка, и точила Твоей будут переливаться новым вином. По логике размышления, если включить разум, то здесь написано, чти Господа от имения Твоего, то есть от того, что у тебя есть, чти Господа, ну отдавай жертву, там служи чем-то, вот что у тебя есть. А потом Господь говорит, а наполнятся Твои житницы. Я где-то вот с ребятами так размышлял, говорю, вот если 10 мешков пшеницы у меня есть, ребят, если 10 мешков пшеницы у меня есть, и я 2 отдал, сколько осталось? 8. Все знают. Ну тот мальчик один запутался, 2 он сказал, ну это он просто подумал, что 2 отдали, 2 осталось. Ну все знают, что 8 будет. Представляете, а Бог говорит, будет 12. Ну это же неправда. Как 12? 10 минус 2 будет 8. Не, ну он говорит, отдать надо, и будет больше. Братья и сестры, разум наш, ну никогда это не поймет. Никогда это не поймет. Он никогда не согласится с этим, что отдашь, и будет больше. Бог говорит, будет больше. Переливаться будет у тебя. У тебя будет намного больше, если ты отдашь. Как может быть? Вот, друзья, наш разум, он не дает нам следовать за Господом. Надейся на Господа, на Его слова уповай, на Его заповеди уповай. Он правду говорит, Бог правду говорит. Не наш разум нам правду диктует, Бог правду говорит. Друзья, и кто это испытывал, тот и правда убеждался, что у Бога все истина, как Он говорит, так и должно быть. Но, братья и сестры, друзья, как часто наш разум просто противится. Просто он не соглашается с Божьими установлениями, Божьим порядком. Иногда бывает, друзья, вот в семьях, допустим, да, у кого-то бывают трудности там между собой, между супругом, между женой и мужем, между родителями и детьми. Нету порядка, нету устройства. И кажется, ну где же найти разума, где же найти мудрость, и как же правильно поступать, что же делать? И бывает, друзья, мы вроде вместе, ну с кем-то, добывает там, с одним или с другим, размышляем. Вот написано в Писании, вот твое задание, вот так поступать, вот так поступать, вот так поступать. Да, но проходит время, человек говорит, это не работает. Как? Божье не работает? Ну оно не работает. Почему? Но это не для моего случая. У меня жена такая или муж такой, что оно не работает. Как? Божье не работает? Ну я думаю, я вижу, я же понимаю. И опять наш разум, он все перепутает, он все Божье ставит как будто бы под сомнение, и мы начинаем опять своими путями, мы начинаем опять кого-то воспитывать, кого-то учить, кого-то наставлять, и думаем, мы сейчас возьмем все в свои руки. И взяли, и опять у разбитого корыта. Опять ничего не получается. Друзья, а Господь говорит, на меня понадейся. Этими словами Господь говорит, воззови ко мне. Сегодня тема была очень хорошая о молитве. Воззови ко мне. Может побольше будь в молитве. Есть еще одна такая песня, сегодня ее не пели, друзья. Не вставайте так быстро с молитвы, закрытая дверь, дверью твоей. Друзья, может быть там, на коленях, там побольше, если побыть, может быть там откроется что-то, что Божье, что истинное, что настоящее, что действительно совершенное. И может наш разум примолкнет маленько, может наша логика немножко отступит назад, потому что она вообще несовершенная. Она вообще бывает нас в заблуждение вводит. И поэтому, друзья, дал бы Бог нам сегодня ну хотя бы чуть-чуть об этом размышлять в правильном направлении. я должен на Бога надеяться во всех своих делах. Конечно, я раньше этот текст больше преломлял в такой мысли, что надеяться на Господа, то есть есть и трудности, надеяться на Господа, не полагаясь на свой разум. Но когда я начал читать вот здесь дальше стихи, я понял, что здесь недалеко не только об этом. Здесь как раз говорится «познавай Его во всех путях Его». Бога познавай. Вот для этого разум дан нам. Чтобы нам лучше познавать Бога. Чтобы, вот как мы слышали в начале сегодня, читая Его Писание, понять, что хочет Господь сказать в этом или другом случае. Почему нам, бывают друзья, так сложно простить ближнего, благословить обидчика своего? Почему так сложно? Разум сопротивляется греховный. Он этого не понимает. Для него это закрыто, для нашего разума. Наш разум всячески протестует против этого, потому что это нелогично, это неправильно. Здесь нужно поговорить, здесь нужно доказать, здесь нужно убедить, что ты был неправ, чтобы Он покаялся. Надо изменить все. И мы бьемся, и мучаемся, а Господь говорит «благослови Его, прости Его, и это будет тебе благом». Но как же, Господи, как здесь понадеяться на Тебя? Оно же приведет меня в какое-то такое убожество, такую убогость, такую, я буду таким вот мрачным, таким вот, буду всех прощать, все будут делать что-то, а я буду всех прощать. Да я буду на Твоей стороне, говорит Господь, я буду с Тобою, понадейся на меня. Братья и сестры, дал бы нам Господь сегодня это понимание. Нас осталось несколько минут, и я хотел сказать все-таки еще одну мысль. Были разные еще мысли, но достаточно. Друзья, я хотел обратиться вновь опять-опять ко всем тем и нам всем, кто, друзья, все еще как-то не в общении с Богом, или кто-то потерял его совсем, или не примирился еще вообще. Что здесь происходит, друзья? Господь говорит, что человеку для того, чтобы войти в общение с Богом, нужно с ним примириться, нужно покаяться. Писание недвусмысленно говорит об этом, что человеку обязательно нужно покаяние. «Если не покаетесь, все так же погибнете», говорит Господь. Или в других местах Писания Господь говорит, что я пришел проповедовать покаяние. Ну, и мы знаем, друзья, что и в Писании очень часто люди написано «покаялись», присоединились в церковь, нигде не апостолов, и в других местах Писания. То есть, Бог устроил для человека или усмотрел для человека единственную возможность, единственную возможность, друзья, примирение Бога и человека через признание жертвы Христа, через осознание себя грешником и через покаяние пред Христом распятым. Это единственная возможность, друзья. Так говорит Библия. Другого пути нет. Нет иного посредника между Богом и человеком человек Христос Иисус. Нет другой возможности для того, чтобы примириться с Богом. И Бог человека таким образом и зовет, и влечет. И вот теперь человек включает свой разум. Греховный такой, испорченный, но разум, который думать может, анализировать может. И человек как только не изощряется, обдумывая этот путь. Кто-то говорит, мне надо подумать, это же серьезный вопрос, это же надо жизнь менять, это же надо по-другому жить, надо очень хорошо подумать. О чем думать? О чем думать? Если ты хочешь жить здесь на земле правильно и в вечности быть с Богом, то в принципе ты ничего нового не придумаешь и лучшего для сближения с Богом. Бог за тебя все продумал и все сказал. Я в этом случае иногда вот нас взрослых думаю о нас. Мы люди взрослые, здесь многие. Вот бывает детям какое-то задание дадут или на работе человек-специалист какой-то новому человеку объясняет и говорит, вот так вот надо сделать, вот это здесь прикрути, это вот так вот сделай, то есть какую-то изоляцию сделать, то вот так вот все объяснил. Или детям, допустим, говорят, вот так вот надо сделать, вот это, вот это. Приходим через время, все наоборот. Человек возмущается, говорит, как так? Я же тебе объяснял все. Ну, знаешь, я подумал, что вот так тоже нормально. Но он же думал, он же думал. Но у него же дан разум, чтобы думать. Ну, только получилось все плохо, но он же думал. Вот так бывает, друзья, с Богом. Бог говорит, тебе надо примириться со Творцом, иначе твоя жизнь пойдет кубарем. Ты в грехах погрязнешь, и ты столько себе нахлебаешь горе, настолько себе наберешь проблем, и ты в вечности погибнешь. Тебе есть одна возможность. Тебе нужно примириться с Богом, покаяться, исправить жизнь твою. Но человек думает, человек размышляет. А что из этого будет? А смогу ли я? А мне надо будет оставить то, оставить другое. А это, знаете, такие ценности великие оказываются для человека, греховные пороки, греховные дела. И человек никак не может избавиться. Он думает. А вот то, что Бог предлагает, она правда лучше? А вот то, что Господь меня зовет к себе, чтобы я Ему служил, это точно надежно? А там Царство Божие будет? Ну да, вроде будет. Ну, в аду неохота быть. Ну а... И знаете, друзья, настолько запутается человек, что просто в заблуждениях своих бывает, ходит годами, десятилетиями, и все думает, покаяться Ему, примириться с Богом, служить Ему. Уже жизнь вся зашла в тупик, уже все свернулось в такой клубок нелегкий, уже проблем море, уже не знает, как из них выбраться, как их решить, уже столько всего. Но он все думает, сейчас немножко я раскручу этот виток всех проблем моих, как-нибудь раскручу все это, все встанет на свои места. И опять, и опять. И как, друзья, это все неразумно и печально. Поэтому, друзья мои дорогие, не надеяться на свой разум, а надеяться на Господа, что если Он сказал, то сказал очень правильно, очень надежно, очень точно, безошибочно, для нашего блага, учитывая наши желания, учитывая наши внутренние потребности. Бог знает нас, Он творец, Он знает, как нам лучше, и Он знает наши внутренние запросы, наши внутренние потребности. И вот, соответственно, им Он нас и призывает, и говорит, я тебе дам это, то, что жаждет твоя душа. У меня это есть. Но дьявол тоже диктует свое, и наш разум, бывает, туда склоняется. И, как сегодня уже говорилось про Адама, да, и дьявол говорит, а у меня есть чуть-чуть лучше. Откуда? Ну, есть. Нету, но есть, как будто бы. И вот так мы идем на поводу этого греховного мира и греха и зла, и погибаем, друзья. Наше время истекло, друзья. Я хотел бы помолиться вместе с вами, друзья, помолиться Богу, чтобы мы могли быть очень внимательны к тому, что говорит Бог, надеяться на Бога. И кто сегодня, друзья, понимает, что ему нужно примириться с Богом, что жизнь, она не идет по Божьему пути, не ищите путей своего разума. Он не туда приведет. Понадейтесь на Бога, на Его Слово. Доверьтесь Ему, Богу нашему. И сделайте, как Он говорит. Это надежно. Это правильно. Это единственно верно. И тогда только ты действительно сможешь встать на истинный путь жизни здесь, на земле, в этих всех лабиринтах греха и зла. Поэтому мы будем молиться сейчас. А если кто-то захочет покаяться или помолиться, то тоже можно будет пройти сюда вперед и помолиться во время молитвы. Мы преклоним колени по возможности и будем молиться.